Всем привет, с вами снова Евгений Паньшин и Ольга Фельдченкова, проект Формула Фигуры. Представляю вашему вниманию наш подарок для вас. Поздравляю, кстати, с участием в нашем первом вебинаре совместном, и мы дарим вам такой подарок. В чем заключается? Бывают такие случаи, когда человек впервые приходит заниматься фитнес-клубом, либо он раньше занимался, у него был перерыв. Так вот, чтобы подготовить организм к основательной нагрузке, должно пройти определенное время, от двух недель, а в некоторых случаях даже до полугода. Так вот, вашему вниманию мы представляем такую подготовительную программу на две недельки, которая позволит подготовить ваш организм к основной нагрузке, укрепит ваш опорно-двигательный аппарат, скажем так, немножечко подготовит мышцы к отличательной и основательной работе. Вот. В чем заключается данная тренировка? Условно разделим наш организм на несколько больших частей. То есть, мышцы груди, мышцы спины, ноги, плечи и руки. Ну и пресс, конечно же. Вот. И будем выполнять упражнения именно на эти части тела. Ну, грубо говоря, на все тело. Потому что новичку нет смысла тренироваться как опытному человеку, тренирующимся в тренажерном зале. Потому что он не готов к этому просто-напросто. Как это будет выглядеть? Вы приходите на тренировку, делаете разминку, к примеру, беговая дорожка. Дальше будете делать специальный разминочный блок, который включает в себя два упражнения. Упражнение на мышцы пресса, одно из упражнений на мышцы пресса и одно из упражнений на мышцы поясницы. То есть, оно называется гиперэкстензия. Вот. И дальше будет идти так вот эта вот наша программа. То есть, она включает в себя 12 последовательных упражнений, идущих друг за другом на большие мышечные группы. Как правило, акцент сделан на мышцах антагонисты больше. Вот. Позже расскажу, что это такое. Вот. То есть, вы выполняете без отдыха все эти 12 упражнений на все тело. Это один круг. После этого идет короткий отдых, минута две, и вы выполняете второй круг. По мере привыкания вашего организма к нагрузке, вы будете увеличивать количество повторений и количество кругов в данной тренировке. Вот. То есть, в течение двух недель, к концу второй недели, вы уже будете выполнять три круга данной тренировки на максимальное количество повторений. Ну, где-то порядка 20-25. Вот. Это подготовит ваши мышцы и нервную систему тренировкам. Также опорно-двигательный аппарат вашей связки и так далее, и так далее. Вот. И после этого вы уже сможете переходить на тренировочные программы по принципу подхода повторения. Вот. Какую программу использовать, решать уже вам. Но мы вам тоже можем предложить свою программу, которую мы, кстати, и анонсировали на данном вебинаре. Итак, переходим к самой тренировке. Поехали. Итак, первое, что мы делаем. Разминка. Использовать можно какие-либо угодно, какие-либо угодно варианты. Мы используем, как правило, беговую дорожку. Буквально 10 минут. Легкий бег со скоростью 8-10 км в час. Вот. Чтобы немножечко вспотеть, чтобы мышцы разогрелись, стали более эластичными, чтобы вы во время тренировки не получили травмы. Вот. 10,5 мм. Валя бежит. Разминка. 10 минут. Едем дальше. Следующее упражнение. Упражнение из так называемого базового блока. Мы разогреваем мышцы поясницы. Обращаю ваше внимание. Первый нюанс. Упражнение называется гиперэкстензия. Первый нюанс. Это упражнение может включать в работу как поясницу, а также мышцы ягодиц. Все зависит от того, насколько высоко находятся вот эти вот подушечки. Да. Если подушечки находятся на уровне косточек, вот здесь, то тогда больше всего под нагрузкой будут мышцы поясницы. Если же эти подушечки находятся низко на бедрах, или даже еще ниже, может быть, тогда ваши ягодицы будут забирать очень большую часть нагрузки. Нас сейчас интересуют мышцы поясницы, поэтому подушечки у нас находятся на уровне косточек. Поехали. Пяточки устанавливаются в бортик, руки на плечи, либо за голову более сложный вариант. Отпускаемся вниз, спину можно слегка округлять, выпрямляемся до прямой линии. Легкий перегиб назад допускается, но не слишком большой. Выполняем от 10 до 15 повторений. В конце упражнения вы должны ощутить легкое жжение в пояснице. Если вы чувствуете, как растягивается задняя поверхность бедра и область под коленками, в принципе, ничего страшного, потому что эти мышцы бывают плохо растянуты. Но поясницу вы тоже должны ощущать. На усилие выдох. Стараемся контролировать движение как вниз, так и вверх. Не падаем вниз. Хорошо, достаточно. Итак, следующее упражнение из обязательного базового блока. Одно из упражнений для мышц брюшного пресса. Сегодня мы используем вот такую вот скамейку. И рекомендую вам использовать как основное упражнение именно это упражнение. Вот. В чем сущность? Мышцы пресса, их физиологическая особенность округлить спину. То есть, да, вот так. Поэтому, что это означает? Выполняя данное упражнение, нет смысла подниматься с прямой спиной полностью. Ваша задача по максимуму сутулить спину, поднимаясь вверх. Именно так мышцы пресса будут максимально напрягаться. Выглядит это следующим образом. Ноги устанавливаются в крепление. Ложимся полностью вниз. Локти за голову, либо на плечи. То есть, и поднимаемся вверх, округляя спину. Максимально сутылившись. Хорошо. 15-20 повторений на усилие выдоха. Когда вы отпускаетесь вниз, можно делать разгиб небольшой в обратную сторону. Это растягивает мышцы пресса. Они по максимуму включаются в работу. Если вы не можете подняться в этом упражнении, руки можно вытянуть вдоль корпуса. Отлично. Так немножечко легче. То есть, более сложный вариант руки за голову, более легкий вариант руки на плечи и самый легкий вариант руки перед собой. Выполняем 15 повторений. И на этом специальная разминка заканчивается. Достаточно. Итак, следующее упражнение. Мы уже начинаем непосредственно нашу программу. 12 упражнений. И первое упражнение из этого списка называется «Зашагивание на скамейку». Данное упражнение разогреет ваши тазобедренные суставы, коленные суставы и бедра в целом, а также ягодицы. Ну и подготовит, скажем так, к основным упражнениям для ног. Ноги – большая мышечная группа, поэтому мы начинаем с них. Как выглядит упражнение? На каждую ногу вы выполняете по 10 зашагиваний. По 10 зашагиваний. Начинаем с левой ноги. Вторая нога просто приставляется. В первой ноге, скажем так. Обращаю ваше внимание, что та нога, которая впереди, то есть левая, соответственно, она первая на скамеечку встает, она последняя же скамеечку покидает. Акцент нагрузки мы делаем на ту ногу, которая впереди. То есть мы поднимаем себя передней ногой. Вторая нога, которая стоит на полу, нам в этом не должна помогать. И переходим на вторую ногу. На усилие выдох. Данное упражнение является одним из упражнений из так называемого функционального тренинга. То есть оно позволяет развить чувство координации, чувство баланса, скажем так, так называемого. Что это дает? Это дает вам чувство уверенности и устойчивости на льду, скажем так. Обращаю ваше внимание еще на следующий момент. На Оле одеты кроссовки Рибок и Зетон. Это придает еще больше неустойчивости. Такая легкая реклама кроссовок Рибок. Поехали ко второму упражнению. Следующее упражнение называется разведение ног в седе. Упражнение включает в работу большую ягодичную мышцу. Где она находится? Вот здесь. Все верно. Следующее действие наше. Садимся в тренажер. Садимся в тренажер. Сводим рычаги, которые, собственно говоря, поднимают вес. Исходное положение. Спина абсолютно прямая и прижата к скамейке. Пятки опущены. Бедра плотно касаются мягких вот этих вот подушечек. На выдох выполняем разведение ног. И очень медленно, подконтрольно отпускаем валики этих рычаги, эти обратно. То есть мы не бросаем вес. Более того, мы его полностью не удерживаем. Мы его держим немножечко на весу. Данное упражнение прекрасно тренирует мышцы ягодиц. Подготавливает их, скажем так, к основному упражнению. Есть маленький секретик. Маленький секретик. Это упражнение в специальной модификации, скажем так, помогает женщинам избавиться от одной из основных проблем. Так называемые ушка. Ушки сбоку на бедрах бывают такие вот неприятные вещи у женщин на бедрах. Так вот, одна из модификаций этого упражнения помогает от них избавиться. Но эту модификацию мы сегодня вам не покажем. Мы о ней будем рассказывать в нашем недельном тренинге. Приходите, и вы все узнаете. Выполняем здесь 15 повторений. 15 повторений. И далее переходим на следующее упражнение. Закончили. Следующее упражнение. Следующее упражнение называется сведение ног седа. То есть противоположное предыдущим. Данное упражнение тренирует внутреннюю поверхность бедра. Внутреннюю поверхность бедра. То есть там приводящие мышцы, так называемые. Вот. Выполняется следующим образом. Садимся в тренажер и разводим вот эти вот притяги. Вот так, по максимуму. Все. Сели. Отлично. Пятышки внизу. Спина плотно прижата к скарментикам. Плавным движением разводим вот эти вот валики и сводим их вместе. Обращаю ваше внимание, что движения все плавные. Они контролируются нами. Мы не отдаемся силе тяжести, скажем так. Вот. И еще один момент. То есть вес полностью мы не отпускаем. Мы его держим на весу. Тем самым мышцы у нас в постоянном напряжении. Здесь также 15 повторений будет достаточно для первой, скажем так, вашей тренировки. На усилие выдох. Дышать ни в коем случае не забываем и дыханием, не задерживаем. Если вы задерживаете дыхание, есть риск потерять сознание. Если вы это сделаете на тренажере, в принципе, ничего страшного. Если вы это сделаете со штангой на спине, ну, будет не очень приятно. Переходим на этой ноте неприятной. Переходим к следующему упражнению. Итак, следующее упражнение из нашего списка. Сгибание ног лежа. В анатомии данное упражнение называется сгибание голени лежа. Но мы будем называть его попросту сгибание ног лежа. Выполняется следующим образом. Во-первых, данное упражнение тренирует заднюю поверхность бедра. Вот это вот. Выполняется следующим образом. Ложимся на скамеечку. Обращаю ваше внимание, что край скамейки должен быть четко над коленными чашечками. Чтобы колени не свисали слишком. Вот. Ложимся на эту скамейку. Маленький секретик. Данное упражнение при, опять же, особой модификации может тренировать вот эту вот область, где ягодица переходит в ногу. То есть это нужно для того, чтобы попа не свисала и не нависала над ногой. То есть такой плавненький. Это сексуальный переход, скажем так. Ягодица выглядит более подтянутой и более красивой. Опять же, об этом упражнении более подробно мы будем рассказывать в нашем недельном тренинге. А пока просто сгибание ног лежа. Выполняем упражнение по полной амплитуде. Плавно отпускаем вниз. Вес полностью не отпускается, чтобы мышцы были постоянно в напряжении. Выполняем 15 повторений. Обращаем внимание на технику выполнения упражнений. Если ваши ягодицы поднимаются вверх, это означает, что вес слишком большой. И его нужно уменьшить. Вот. На усилие выдох. Колени полностью не выпрямляем. Мы их бережем. И еще один повтор. И переходим к следующему упражнению. Достаточно. Следующее упражнение из нашего списка называется «Разгибание ног сида». Упражнение для тренировки передней поверхности бедра. Четырехглавая мышца. Для выполнения данного упражнения садимся в тренажер. Обращаю ваше внимание за правильным, скажем так, приниманием исходного положения. То есть край скамейки должен четко впиваться под коленную чашечку. Спина должна плотно прилегать к скамейке и не должна быть округлена. Руки на ручках. Выполняем 15 повторений. Плавно поднимаем ноги вверх. Без каких-либо дерганий, без пружинных движений. И плавно, подконтрольно отпускаем ноги вниз. Вес полностью не ставим. Тем самым мышцы находятся полностью под нагрузкой. Все время, точнее, под нагрузкой. Передняя поверхность бедра. Видно, как работает. На усилие выдох. Отлично. Еще два повтора. Хорошо. И переходим к следующему упражнению. Итак, следующее упражнение называется «жим ногами». Вот такой вот тренажер. Опять же, у этого тренажера есть разные наименования. Жим тележки ногами, жим платформы ногами. Но слово «жим ногами» присутствует всегда. Как выполняется данное упражнение? Садимся в тренажер и сразу же принимаем исходное положение. Оно должно быть правильно. Выглядит это правильное положение следующим образом. Ягодицы и спина плотно прижимаются к скамейке и спинке. Это правило номер один. Правило номер два. Наши ноги расположены на краях платформы. Тем самым нагрузка чуть-чуть больше будет уходить на внутреннюю поверхность бедра. Но так как платформа не слишком широкая, в принципе, тут бедра работают целиком. Опять же, у этого упражнения очень много вариаций. И об этих вариациях мы будем рассказывать на нашем недельном тренинге. На этом тренажере можно тренировать заднюю поверхность бедра и ягодицы. Не только бедра. Правило номер два. При выполнении жима колени полностью не выпрямляются. Они слегка согнуты. Вспоминаем инерцию, физику. То есть, ноги слегка согнуты. С краев имеются два ограничителя, которые не позволяют платформе упасть вниз. И правило номер три. Это правило очень любят нарушать девушки. Заваливание коленей внутрь. От скромности, видимо. Ваши колени должны идти примерно на уровень, на район плечей. Выполняем 15 повторений. На усилие выдох. Не забываем закрыть ограничители после выполнения данного упражнения. Еще одно правило. Еще одно правило. Здесь очень много правил. Во время жима пятки не отрываем ни в коем случае. Мы давим всей стопой на платформу. Итак, переходим к следующему упражнению из нашего списка. Переходим на спину. Следующее упражнение называется тяга сверху широким хватом. Ну, кто-то его называет по-другому. Просто тяга сверху. Вот, но суть от этого не меняется. Выполняется следующим образом. Хват немножечко шире плеч. Беремся вот за эту палку, рукоятку. Садимся в тренажер. Колени запихиваются под специальные подушечки, которые предотвращают наш подъем вверх. Вот. Исходное положение. Лобки слегка согнутые. Плечи немножечко расслабляются и уходят вверх. Это создает растяжение дополнительное широчайшей мышцы спины. И первое, что мы делаем, это возвращаем плечи назад. И дальше, и дальше тянем рукоятку вниз. Отлично. Обращаю ваше внимание, что рукоятка должна приходиться на ключицы. На ключицы. Спина при этом немножечко отклонена назад. Сильно не разгибайте спине, чтобы ваша поясница не затекала. Одна из ошибок в выполнении данного упражнения. Вот эту рукоятку тянут куда угодно. Но только не на шею, не на ключицы, а в груди, к животу. Локти слегка согнуты, полностью не выпрямляются. Движение контролируется в обе стороны. Работает широчайшая мышца спины. Вы видите, да? Как лопатка поднимается вверх. И включаются мышцы спины в работу. В этом упражнении немножечко помогает бицепс. Передняя двугловая мышца плеча. И еще один повтор. И до стаду. Переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение. Упражнение для дельтовидных мышц. Для плечей, так называемых. Выполняется следующим образом. Садимся в тренажер. Садимся в тренажер. Используем боковые рукоятки. Спина плотно прижата. Исходное положение. Руки поднимаются вверх. Локти слегка согнуты. То есть мы локти полностью не выпрямляем. Отпускаем ручки до уровня ушей. Слишком низко ручки не отпускаем. Потому что включаются в работе другие мышцы. Мышцы трицепса. И забирают хорошую нагрузку. И если трицепс устаёт, данное упражнение мы выполнять не сможем. Выполняем также 15 повторений на усилие выдох. Акцентируя ваше внимание, что движение в данном упражнении должно быть сосредоточено не на разгибании руки, а на подъёме локтя вверх. Усилием дельтовидной мышцы. Если вы будете акцентировать внимание на разгибании руки, ваш трицепс устанет. И данное упражнение вы выполнять уже не сможете. Переходим к следующему упражнению. Итак, следующее упражнение для мышц спины. Называется тяга с упора. Упражнение тренирует широчайшую мышцу спины. Широчайшую мышцу спины. А также частично бицепс. Чуть-чуть буквально. Потому что руки всё-таки сгибаются. Выполняется следующим образом. Садимся в тренажёр. Упираемся грудью в специальную мягкую штуку. Подушечку. Используем самый нижний хват. Самый нижний хват нужен для того, чтобы рука слишком не сгибалась. И большую нагрузку у нас не забирал бицепс. Исходное положение. Руки слегка согнуты. Лопатки расслабляются и чуть-чуть уходят вперёд. Создавая тем самым растяжение мышц спины между лопатками. И первое, что мы делаем. Лопатки возвращаются назад. Дальше идёт отведение локтя назад и сведение лопаток. Поехали. На усилие выдох. Отлично. Обращаю ваше внимание, что акцентировать это движение, это упражнение вы должны не на сгибании рук, а на отведении локтя назад. Если вы будете сосредоточены на том, как бы согнуть руки, с руками выполнять данное упражнение, руки устанут, спина не получит нагрузки вообще. Вес полностью не отпускается. Соответственно, наши мышцы постоянно под нагрузкой. На усилие выдох. И ещё два повторения выполняем. И будет достаточно. Хорошо. Едем дальше. Следующее упражнение называется «жим сидя». То есть упражнение имитирует обычный жим лёжи для мышц груди. Выполняется следующим образом. То есть садимся в тренажёр, лопатки полностью прижимаем к скамеечке, локти держим на уровне рукояток. То есть примерно получается угол между локтём и корпусом ориентировочно градусов 45. Исходное положение принято. Выполняем жим. Выполняем жим. Обращаем ваше внимание, что догонять рукоятки не нужно. Спину мы от скамейки не отрываем. На усилие выдох. На усилие выдох. Работают мышцы груди. Вот здесь вот видно. Видите, как работают мышцы груди. Выполняем также 15 повторений. И переходим к следующему упражнению. Локти не отпускаем ниже данных рукояток. Всё. Поехали дальше. Следующее упражнение для двуглавой мышцы плеча. То есть упражнение для бицепса. Руки должны быть в тонусе. Выполняем данное упражнение с блинами. 2,5 килограмма блины. Выполняется следующим образом. Исходное положение. Спина прямая. Руки вдоль корпуса. Локти зафиксированы. Либо вообще прижимаем их к корпусу. Вот. Сгибаем руки в локтях. При этом локти вверх не поднимаются. И кисть поворачиваем немножечко вверх. Дело в том, что бицепс не только сгибает руки, он ещё и поворачивает кисть. Выполняем 15 повторений. На усилие выдох. Хорошо. 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 И ещё два повторения. И достаточно. На этом тренировка закончена. Мы сделали один тренировочный круг. По второй тренировочный день вы будете делать два таких круга. В третий тренировочный день вы будете, соответственно, делать три таких круга. Со второй недели вашей тренировочной вы увеличиваете количество повторений этих упражнений до 20. Ну, а третью неделю вы можете начать с нашего тренировка, который мы вам предложим. Продолжение следует...